Продолжим разговор о друзьях России на геополитической арене с Михаилом Шейтельманом, писателем-политтехнологом в нашем эфире. Михаил, здравствуйте. Вечер добрый. Я помню ваш прогноз. В начале лета вы говорили, что как минимум две страны в скором будущем могут превратиться из соратников, союзников России в ее врагов. Вы называли Белоруссию и Армению тогда. И вот за прошедшее время, как минимум, Армения уже не считает Россию гарантом своей безопасности. Армения взяла курс на Запад. То есть, что? Ваш прогноз, получается, оправдывается, сбывается. Если с Арменией это понятно, то что с Белоруссией, например? Нет, с Белоруссией пока ничего. Вторая страна есть, но это не Беларусь. Есть даже две страны. Это Израиль и Казахстан. Израиль, безусловно, был таким негласным в каком-то смысле союзником Российской Федерации. Конечно, не членом УДКБ, не что-то такое. Но мы помним, какие хорошие отношения глубокие были выстроены между властями. Вот вчера буквально впервые Зей Фелькин, бывший министр по делам Иерусалима и министр по делам диаспоры, это тот человек, который с Беннетом, с премьер-министром, ездил в Сочи к Путину. Вдвоем они ездили. Носил там пакет с подарочками. Он вчера выступил и заявил, что он был одним из авторов концепции вот этого, как сказать, не сдерживания России, а понукания России, я не знаю, какое слово подобрать, всепрощения российских поступков, да, скажем так. И он сказал, что время закончилось, что пора принимать решительные меры против Российской Федерации, как против антисемитского государства, что вся эта политика, такая, поощрение агрессора, она закончилась плохо. И он это признал, признав себя автором этой концепции. И действительно, уже сегодня Мария Захарова объявила, что Израиль предпринял недружественные действия по отношению к России, призвав своих граждан не ездить в Дагестан. Хотя непонятно, почему не во всю Россию, а только в Дагестан, но вот, тем не менее, хотя бы так. Вторая страна – это Казахстан, которая не только закупила 700 бронетранспортеров турецких, но и вчера там побывал Макрон, и цель визита была прямо публично объявлена. Цель визита – это переключение потока урана из Казахстана на Францию и Евросоюз, чтобы отказаться от российского урана и ввести санкции против Росатома. Вот, как бы, точная известная концепция. Поэтому вот Казахстан отворачивается тоже. А кто следующий, Михаил? Может быть, еще прогнозы сделаете, предыдущие сбываются. Какие страны, которые сейчас дружат с Россией, по вашему мнению, могут в ближайшей перспективе также от нее отказаться и почему? Нет, сейчас больше порадовать не могу, потому что Кыргызстан полностью зависит от России, ну, фактически, будучи так, порабощен, что ли, Российской Федерацией. Узбекистан и сегодня не является однозначным союзником. Ну, не является. Таджикистан слишком зависит от положения дел. Ну, наверное, Таджикистан следующий, на самом деле. Просто это может занять неизвестное время. В каком смысле? Сейчас на таджикско-афганской границе китайская армия строит укрепления, которые занимают китайские солдаты. Они будут защищать и уже защищают Таджикистан частично от Талибана. Как только эта замена произойдет полностью, россиян на китайцев, так Таджикистан отвернется от России и станет таким сатеритом Китая. Ну, вот вам, пожалуйста, пример. А сам Китай, который, конечно, не друг Российской Федерации на сегодняшний день, а скорее хозяин, чего ждать от него? Я имею в виду встречу Си Цзиньпина и Байдена ближайшую. А, ну, там слишком большие будут вопросы обсуждаться. Они, в общем, не совсем нас напрямую касаются. Нас будут касаться следствия того, договорятся или нет. То есть, понятно, что разговор будет не про какие-то отдельные ракеты, выстрелы или поддержку каких-то отдельных стран, а начнется все с больших вопросов. Ну, давайте вспомним, с чего началась экономическая большая война США и Китая. Последний виток, я имею в виду. Это при Трампе началось, когда были введены санкции против китайских технологических товаров и вообще китайских технологических компаний. Запрет на поставку технологий в Китай, который привел к тому, что Huawei перестал быть глобальным игроком. Вы же в Киеве больше не можете купить Huawei телефон. И в Европе не можете купить, и в Америке не можете. Потому что на него Google софт поставить нельзя. А Huawei – это такая вершина айсберга, большого, огромного технологического айсберга. Huawei на момент введения санкций был, наверное, самым совершенным телефоном в мире. И сейчас мир удивился, что Huawei в принципе смог выпустить новый флагманский телефон, учитывая ограничения на технологии со стороны США. Ограничения на технологии по развитию искусственного интеллекта. Все вот это тормозит реально технологическое развитие Китая. Вот это главный предмет разговора. На что Китай готов обменять? То есть, если США снимают эти запреты, что Китай готов дать? Вот это вопрос. Вот тут уже будет нас касаться. Ну, например, запрет Северной Кореи поставлять оружие Российской Федерации. Раз. Запрет Ирану поставлять шахеды Российской Федерации. Два. Отказ в продаже россиянам, ну, например, беспилотников, каких-либо дронов. Три. То есть, там очень много чего от Китая можно требовать за такие вещи. Но это все при условии, что Байден и Си смогут прийти к какому-то соглашению. Что совершенно не гарантировано, а напротив, даже не сильно вероятно. Мы не знаем, смогут или нет. Это вот то, о чем будет идти речь. А договорятся или нет, другой вопрос. Так, мы вернемся к треснувшей дружбе между Израилем и Российской Федерацией. Да, наверное, последним камнем там стал Шабаш в Махачкалинском аэропорту. Путин несуразно попытался списать это и переложить всю ответственность на Украину. Кто бы сомневался на опасных бандеровцев. Давайте послушаем, а затем обсудим. Вот что он сказал на совбезе Российской Федерации, на экстренном заседании. События в Махачкале вчера вечером инспирированы в том числе через социальные сети. Не в последнюю очередь с территории Украины. Руками агентуры западных спецслужб. Ну, Михаил, обсуждать, зачем она Украине даже неинтересна и не хочется на это время тратить. Но, вы обратили внимание, прав ли я в выводе, что Путин ведь фактически вытер ноги о ФСБ, службу внешней разведки Российской Федерации, другие силовые органы. Получается, он отчитался об успехах, ну, выдуманных, конечно, об успехах украинской контрразведки, которая настолько уже на сегодняшний день всесильна, что ей нипочем организовать какой-нибудь теракт или заварушку на территории отдаленных регионов Российской Федерации. Ну, мы пытаемся тут через логику обычную человеческую рассуждать так неприменимо по отношению к России, к нынешней государству РФ. Там эта логика просто никому не интересна. Потому что все же все знают. То, что они говорят, они же знают, что они полностью врут, что все это спектакль и все это чушь. Те, кто поумнее, в отличие, ну, Путин-то нет, туда не вписывается, но те, кто поумнее, понимают уже, что кто разжег антисемитизм в России. Путин разжег. Вот кто вышел на летное поле аэропорта в Махачкале? Кто были эти люди? Это были не просто россияне, это были сторонники Путина. Там не было либералов, там не было тех, кто против Путина. Там были те, кто за Путина. То есть это путинисты, это путинский погром в чистом виде. И вспыхнул именно Кавказ, потому что там большая часть, больший процент путинистов. Ну, вот путинисты устроили еврейские погромы. Ну, дальше все разговоры уже. Кто виноват ФСБ, не ФСБ? Да кто вообще об этом задумывается? Патрушев думает, что все эти люди из ФСБ, они вообще понимают, что сейчас Путин устроил клоунаду, потому что он же, собственно, и создал вот эти погромы. Кстати, не факт, что Путин это понимает. Вот это я не уверен. Что он связывает 2 плюс 2, то есть свои выступления против Израиля, свои выступления антисемитского толка на телевидении, что он догадаться же должен, да, совместить А плюс Б, что, мол, это мои избиратели поддержали меня таким образом, Путина. Это же его избиратели вышли на митинг в поддержку Путина, убивать евреев, потому что Путин призвал фактически к такому. Михаил, еще одна тема, и она тоже связана с друзьями России, только уже не на геополитической арене, а вот в данном случае внутри Украины псевдорелигиозная секта АЛЛАТРА, как сообщает Служба безопасности Украины и нацполиция, действовала в интересах Российской Федерации, продвигала пророссийские нарративы в Украине. Вообще, по вашему мнению, по вашим данным, насколько большое внимание спецслужбы РФ, ФСБ уделяют, уделяли, возможно, исторически, работе с религиозными, псевдорелигиозными организациями? Вот честно, понимаете, я как-то настолько несерьезно отношусь к религиозным организациям, мне слишком смешно на них наблюдать, потому что я считаю, что все это такое, детский сад какой-то, поэтому совершенно... Мне что, церковь православная или еще какая? Мне что, какие там все эти еврейские центры? Ну, я имею в виду религиозные, мне все одинаково, поэтому... Ну, пускай действует, но это же надо на каких-то совсем таких людей. Ну, человек, которому можно рассказать идеи из книжки, написанной 3000 лет назад, в общем, ему можно рассказать и, наверное, идеи из устава ФСБ с таким же успехом. Да, единственное тут уточню перед следующим вопросом, что оно смешно, но действительно серьезно. Вот из сообщения официального СБУ и Офиса Генерального прокурора Украины под видом миссионерства участники религиозной секты оправдывали вооруженную агрессию РФ и публично продвигали кремлевскую идею создания Союза славянских народов под руководством Москвы. То есть, работают и так. Так, слушайте, Хагават Гиту, вон, попробуйте продвигать или Тору, например. В Торе вообще надо вырезать вот этот список национальностей. В Торе написан список национальностей, которых нужно убить при встрече. Понимаете? Ну, вот это можно просто раздавать на улице. Библия, Ветхий Завет, открываете, а там написано. Вот этих, этих, этих убейте, а с этими народами живите рядом. Ну, вот вам уже пропаганда геноцида в прямом виде в этих текстах встречается. Поэтому не мудрено, что на такую почву можно вообще все, что хочешь. Допиши там в Ветхом Завете через запятую еще украинцев. Вот и будет вам святая книга. Давайте вернемся все-таки еще к одной порции бредней бункерного деда, который он снова-таки на заседании Совбеза Российской Федерации озвучил. В очередной раз обвинил Запад. Давайте послушаем, изменилось ли что-то в его методичке. Нужно знать и понимать, где находится корень зла. Где этот самый паук, который пытается опутать своей паутиной всю планету, весь мир. И хочет добиться нашего с вами стратегического поражения на поле боя. Использует одураченных им на протяжении десятилетий людей на территории сегодняшней Украины. Сражаясь именно с этим врагом в рамках специальной военной операции, мы еще раз хочу подчеркнуть, укрепляем позиции всех тех, кто борется за свою независимость и суверенитет. Вот кажется, что откопали еще не умерших спичрайтеров Брежнева, Черненко, Андропова. Вот абсолютно копирование советской риторики, не находите? Ну, есть отличия принципиальные. Знаете, в советской риторике были всякие империалисты всех мастей, которые там разжигали. И старались очень общо говорить. То есть какие-то такие империалисты всех мастей. Никогда было непонятно, кто это. А Путин, вот даже в этом своем выступлении, если его полностью посмотреть, он же там называет конкретные вещи. Например, говорит, нынешняя правящая американская элита. Вот такое Брежнев себе не позволил бы, потому что он понимал, что ему завтра нужно будет встречаться с Картером. И Картер спрашивает, подожди, братан, это про меня? Ну, как бы, а про кого еще? Точно же про меня? А вот эти империалисты всех мастей, всегда можно сказать, нет, ну, мы про бразильцев, там, и вообще, как бы, про ваших олигархов, там. Путин все-таки очень-очень сильно вот в этом последнем своем выступлении, мне кажется, слишком конкретизировал. Да и с евреями он, понимаете, ну, позволил бы себе Брежнев сказать, что евреи в чем-то виноваты. Ну, конечно, хотя все было пронизано антисемитизмом государственным в СССР, но Брежнев бы не вышел, не сказал, это евреи украли у вас, у россиян деньги, вы вывезли их в Израиль. А Путин это себе позволяет. Поэтому советская пропаганда идеологии была очень абстрактной. То есть, образ врага рисовался такой непонятный. А здесь вот конкретно евреи. И погромы начинаются по этому. Ну, пока Путин своими устами кому-то грозит, обличает, уличает и обещает чуть ли не Кузькину мать, его обслуга начинает снова призывать к мирным переговорам или к прекращению войны. Первым выпустили на арену Петрушку Лукашенко, если я правильно помню. Он заявил о том, что ситуация на фронте тупиковая и нужно садиться за стол переговоров. Затем Шойгу в Китае выступил и тоже призвал Запад завуалированно сесть за стол переговоров по событиям этой войны. Даже Явлинского и того подтянули, сообщив официально, что он под покровом ночи в Кремле встречался с Путиным только для того, чтобы обсудить прекращение огня и вообще ситуацию на фронте. Как вы считаете, почему участились эти призывы? Да, у них новая волна. Они действительно очень мечтают о том, чтобы с ними заключили договор о перемирии. Это мечта россиян. Они хотят оставить под своим контролем 5 миллионов украинцев, чтобы спокойно их грабить, пытать, забирать свою армию, переучивать детей в то, что Бандера, враг и так далее. То есть свою идеологию перековывать. Им нужны люди, им негде взять людей. В России падает население. Они пытаются, вот граждан Украины, таким способом использовать в качестве бесплатного мяса. Это для них главная задача. Ну и садистские наклоны на ком-то как бы реализовывать. Поэтому они готовы к такому перемирию. Это правда. Они его постоянно продвигают, просто волнами. Они не могут же каждый день толчить одно и то же. Сейчас пошла новая волна такого, не знаю, да. Ну в общем, идеи того, что давайте сейчас просто объявим о перемирии. И как говорит еврейский, давайте просто перестанем стрелять и будем, дальше он не говорит, но и будем продолжать пытать пленных. Не не пленных, а оккупированных граждан Украины. Да, и в этом контексте можно вспомнить в завершение недавние результаты опроса. Левода Центр провел, если бы Путин решил прекратить войну сейчас, такой был вопрос. Согласитесь вы или нет, 70% согласились. Это событие, скорее всего, звенья одной цепи. Михаил, обсудим это обязательно, но уже с нашими следующими гостями. Михаил вынужден с вами прощаться, ограниченный во времени. Михаил Шейтельман, политехнолог и писатель, присоединялся к нашему эфиру. Спасибо. Спасибо.